С 2006 года жители этих двух высотных домов на улице Олимпийской платят за электроэнергию застройщику, у которого заключен договор энергоснабжения с Кубанинергосбытом. В прошлом году поставщик его расторг за неуплату, которая превысила 500 тысяч рублей. До того времени, как эта задолженность была погашена, договор восстановлен. Сумма долга с учетом постоянного использования электричества уже составила 2 миллиона рублей. Помимо этого, предприниматель, которому принадлежит трансформаторная подстанция, без согласования с сетевой организацией подключил еще десяток объектов – магазины, офисы и дома садоводческих товариществ. На такую нагрузку ТП, естественно, не было рассчитано. Большое количество жалоб, которые поступают по данному микрорайону, связано именно с неконтролируемым ростом нагрузок. То есть сетевая организация в данном случае не была уведомлена о том, что данные нагрузки были дополнительно присоединены. И вот сегодня как раз мероприятие будет выясняться, кто надлежащим образом присоединен, а кто незаконно присоединен и будет произведено отключение. Заключать прямые договоры с Кубанин Эргосбытом жители домов не могут, так как обязательство исполнителя коммунальных услуг принял на себя тот самый застройщик – индивидуальный предприниматель Рыбакин. Ему было предложено написать письмо в электросети о согласовании всех присоединенных абонентов, но застройщик отказался. В соответствии с действующим законодательством по заявке Энергосбыта сетевая организация обязана произвести отключение всех этих домов. Пострадают все жители, в том числе и те, кто исправно производил оплату электроэнергии. Среди добросовестных плательщиков – жители Садового товарищества «Здоровье-2». В него входят около 12 домов. Вот уже несколько лет с момента заключения договора с индивидуальным предпринимателем своевременную оплату за электроэнергию производит и Эдуард Галивраджан. Теперь платить по счетам мужчина намерен только напрямую в Кубани Энергосбыт. В плане оплаты и всяких тех сборов, которые необходимы для обслуживания, мы платим все своевременно. И даже со слов их бухгалтерии, мы одни из самых честных и порядочных плательщиков. Я имею в виду не только себя, а наше садовое общество. Нам хочется непосредственно, если есть такая возможность, заключить договор с электросетями, чтобы непосредственно оплачивать туда, потому что постоянно находимся под страхом отключения и так далее. Естественно, будем. Сейчас мы разузнали, кому что подойти. Будем этот вопрос решать. Обратиться в центр обслуживания клиентов и получить технические условия должны и все остальные жильцы и собственники незаконно подключенных к подстанции объектов. А вот жителям высоток придется погасить задолженность и в кратчайшие сроки выбрать форму управления домом, которая позволит выйти на прямые договоры с энергосбытом.